Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «О книжной полке» в студии ведущая Полина Митрофанова. Благословен тот день и час, когда Господь наш воплотился, когда на землю Он явился, чтобы возвести на небо нас. Так писал о Рождестве Христовом великий князь Константин Романов. И многие поэты, как и он, благословляли этот святой день и восхваляли в своих стихах родившегося Бога-младенца. Ведь на протяжении более двух тысяч лет мы не только празднуем, но и переживаем события рождественской ночи, как будто они произошли здесь и сейчас. Об этом другой русский поэт Константин Фуфонов метко подмечал. «Еще те звезды не погасли, еще заря сияет та, что озарила миру ясли новорожденного Христа». Еще несколько часов и для нас также вновь засияет заря Рождества Христова. А подробнее узнать о празднике нам поможет книга Ольги Глаголевой, вышедшая в свет в издательстве «Эксмо» в серии «Православная библиотека». Она называется «Рождество Христово. Праздничная книга для семейного чтения». Эта книга, по словам издателей, сделана в лучших традициях классических рождественских изданий, чтобы стать надежным помощником святые рождественские дни. Вы узнаете о смысле праздника, знаменательных исторических фактах о Рождестве. Лучшие традиции, игры и рецепты праздничных блюд подарят вам праздничное настроение. В первой части книги, вниманию читателей, представлена история рождения Бога-младенца. Здесь автор, в частности, пишет. В 746 году от основания Рима Цезарь Октавиан Август издал указ о переписи населения во всех провинциях своей необъятной Римской империи. Как всегда, исполняя все приказания Кесаря с раболепной готовностью, Ирод Великий приказал переписать всех своих подданных немедленно. В Иудейском царстве эта процедура существенно отличалась от Римской, проводившейся по месту жительства. Здесь перепись велась по древнему иудейскому обычаю, по коленам, племенам и родам. Поэтому каждый иудей был обязан записаться по месту происхождения его рода. Так как праведный Иосиф вел свою родословную от царя Давида, то для записи своего имени он должен был отправиться в Вифлеем, на родину своего царственного предка. Туда же, несмотря на свое положение, вынуждена была отправиться и Пресвятая Дева Мария, подлежащая переписи, наравне с мужчинами, как единственная, оставшаяся в живых из своего рода. И вот, навьючив нехитрые пожитки и запасы еды на Вала и устроив Марию с наибольшими удобствами, какие были только возможны на Ослике, Иосиф покинул свой дом в Назарете. Путь им предстоял неблизкий, обычно на это уходило три дня, и трудный, даже и по горным, труднодоступным тропам. Как пишет автор, путники достаточно быстро миновали густонаселенную Ездрелонскую долину, пересекли границу Галилеи и Самарии. Дорога вела их в бывшую столицу Израильского царства, давшую теперь название всей области, великолепную Самарию, совсем недавно отстроенную Иродом. Подобострастный царь переименовал ее в Себастью, греческий синоним римского слова «Август» в честь своего высокого повелителя. Вот и Самария осталась позади. Осилив окровимскую возвышенность, своего рода границу Самарии и Иудеи, Иосиф и Пресвятая Мария вступили на священную для всех иудеев землю. Оставив в стороне Иерусалим, порядком уставшие после пятидневного путешествия путники, спешили в Вифлеем, чтобы найти, наконец, приют и отдохнуть после утомительной дороги. Особенно тяжело приходилось Пресвятой Деве Марии. Вот-вот должна была наступить самая ответственная минута ее жизни. Уже смеркалось, когда, преодолев последний затяжной подъем, они оказались в Вифлееме. Город Давидов находился в девяти километрах южнее Иерусалима и был одним из древнейших городов Иудеи. Первое его название, Ефрафа, означало «плодородный город». Вифлеемом или «домом хлеба» промыслительно назвал его патриарх Яков, предвозвещая, что именно здесь некогда родится Христос, истинный хлеб небесный. Кстати, так впоследствии назовет себе и сам Спаситель «Я есмь хлеб жизни». В то время это был небольшой провинциальный городок с узкими улочками. Окруженные садами, виноградниками и хлебными полями, Вифлеем живописно располагался амфитеатром по склону довольно крутой горы. Но здесь припоздавших путников ждало разочарование. Городские постоялые дворы были переполнены прибывшим сюда для переписи людям. Быстро надвигавшаяся холодная зимняя ночь не оставляла надежды найти ночлег в самом городе. Пришлось Иосифу и Марии устраиваться в пещере неподалеку от городских ворот, где обычно во время непогоды пастухи укрывали скот. В этом-то убогом пристанище, вдали от людей, в 747 году от основания Рима, в 5505 году от сотворения мира и свершилось величайшее таинство Бога явления, рождение Бога человека, Христа Спасителя. В эту святую ночь, как было предвозвращено когда-то легендарным царем Соломоном, когда все окружало тихое безмолвие и ночь в своем течении достигла середины, сошлось небес от царственных престолов на средину погибельной земли всемогущее слово Твое. Исполнились все древние пророчества о времени рождения Мессии. Необъяснимый парадокс, отмечает автор, наконец-то Всевышний пришел к людям, а избранный народ спал. Спал не только телесным, но и духовным сном, ибо иудеи ожидали пришествия Мессии в блеске земного величия. Уже в самом рождении Бога человека в пещере для скота присутствует невыразимая горечь, Богу не нашлось места среди людей. В эти святые минуты, когда слово стало плотью, радовались небеса и лишь двое праведников, Пресвятая Мария да Иосиф, С трепетом и в благоговейном безмолвии преклонился старец перед Пречистой Матерью и ее сыном, его Богом. В 1911 году выдающийся проповедник Никон Рождественский, архиепископ Вологодский Тотемский, в слове на Рождество Христова озвучил те чувства и мысли, которые, как уверена автор, актуальны и сегодня, спустя столетия, и присутствуют в глубине сердца каждого человека. Вот что Владыка Никон говорил. «Когда переносишься мыслью к священным событиям этой благословенной ночи Христова Рождества, когда созерцаешь вдали минувших веков этот дорогой нашему сердцу вертеп, эти убогие ясли, колыбель царя царствующих и Господа господствующих, то в грешной совести невольно рождается вопрос, а для тебя, именуемого себя учеником Христовым, есть ли место в этом вертепе? Достоин ли ты хотя бы издали поклониться этому отрочете, малому, привечному Богу, что ты принесешь ему от нищеты твоей духовной? Ведь было же время, время твоего детства, когда твое сердце, тогда еще невинное, радостно трепетало от одной мысли, от одного напоминания, что приближается в великий праздник Рождества Христова. Было время, когда твоему детскому воображению, детскому сердцу были милы и дороги эти ясли, в которых с тихой младенческой улыбкой почивала отроча млада, привечный Бог. И душа твоя тянулась тогда к этим яслям, и сиял, и согревал ее оттуда свет Христов, просвещающий всякого человека. И никаких вопросов не зарождалось тогда в твоей совести. С детской простотой ты устремлялся к иконе Рождества Христова, и с беззаветной любовью и благоговением лобызал изображение Бога-младенца и его причистой матери. О, если бы можно было вернуть себе невинность детства, нежность детского сердца и простоту детской веры, чтобы снова и снова переживать благодатные впечатлениями, какими тогда была полна душа. Увы, теперь в святые дни праздников нашей Матери Церкви большей частью мы живем только воспоминаниями своих детских впечатлений. Согласитесь, владыка Никон прав. Детское сердце не требует доказательств. Оно верит безгранично и радуется родившемуся Христу. Не зря и Господь говорит нам, будьте как дети. И больше всех ему радовались именно дети в день его торжественного входа в Иерусалим. Поэтому и праздник Рождества Христова более радостно по-прежнему ждут дети. Им во второй части книги автор поведает историю рождественской елки и расскажет о рождественских вертепах. Предложит калятки и познакомит с народными играми, в которые играли дети XIX века. Все это будет интересно узнать и родителям, и поможет окунуться в праздничную атмосферу. Кроме того, на страницах книги говорится о традициях празднования Рождества Христова на Руси, а также в разных странах. И поясняется, почему раньше празднование Нового года совершалось после Рождества Христова, а не наоборот. Ну а подготовить рождественскую трапезу поможет третья часть этой книги. Христос рождается. Уже через несколько часов это радостное песнопение разнесется по всем храмам Божиим и поплывет вместе со звоном колокольным от многолюдных городов и сел, через долы и горы, по полям и дорогам, по всему неоглядному простору нашей земли. Как писал об этом архимандрит Исаакий Виноградов, «Рождество Христово счет ведет годам, этот праздник снова к нам на двор идет и несет с собой радость детских лет, и над всей землею проливает свет. Этот свет не смогли погасить никакие гонения на христиан, и он по-прежнему освещает нашу жизнь». Об этом свидетельствуют многие современные авторы, в числе которых и Ольга Глаголева со своей новой книгой «Рождество Христово». Ну а наша передача сегодня подходит к концу. Дорогие друзья, я поздравляю вас с наступающим праздником Светлого Христова Рождества, мира и покоя в вашей душе. И да хранит нас всех Господь!